Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 3,5 минуты, друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии по традиции в это время Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Ой, с радостью представляем нашу гостью. Сегодня уже предвкушаем интересный разговор. В студии у нас находится доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и статус в знании и техники имени Сергея Ивановича Вавилова Российской Академии Наук Ольга Валькова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. А мы сегодня узнаем, когда женщины в нашей стране стали образованными по-настоящему, то есть стали получать высшее образование. Вот такая тема у нас сегодня. Ну, Ольга, рассказывай. Оказывается, это было не всегда. Да, совсем. Совсем не всегда. У нас как раз сейчас где-то юбилей 100 лет, как правительство большевиков приняло указ в мае 18-го года о совместном обучении мальчиков и девочек в России во всех учебных заведениях от начальных школ до университетов. Да. Мы можем праздновать. А с чего вдруг, Ольга, случилось это? Как так? Потребовались кадры? Потребность была в обществе. Ну, империя, она еще почему так легко развалилась, скажем так. Она игнорировала проблемы. Накапливались у разных групп населения какие-то проблемы. Ну, вот в Москве надо было метро строить. Они хотели. Ну, зачем? Да, двухмиллионный город не надо было. Там кому-то нужно было землю проценты не платить еще с 61-го года. Тоже игнорировали. А женщина, экономическая ситуация подталкивала женщин из образованных слоев общества к тому, что им надо было работать. Предполагалось по закону, что девушка выходит замуж. Ей 17 лет, ее брат идет учиться и работать, а она выходит замуж. Но дело в том, что... И живет за мужем. И живет за мужем, да. Всю жизнь. Но их родители, это девушки, у которых мама и папа, папа были преподавателями гимназии, врачами, священниками, у них не было уже состояний. Они содержали своих детей, кто лучше, кто хуже, но дать преданной девушке они не могли. А за кого она выйдет замуж? Студент университета, ровесник. Он сам живет на уроке и себя-то еле может содержать. Пока он начнет зарабатывать, пока он найдет работу. Такой путь надо пройти, да? Ему будет лет 30, а девушка? На что она будет жить, что делать? Она будет старой девой. Экономическая ситуация требовала. И, конечно, женщины из образованных кругов общества не могли же идти работать прачками, посудомойками. У этих с работы все было все нормально. Крестьянками они всегда работали. И потребность была очень большая. У нас вот к началу 20 века в итоге сложилась как бы параллельная система высшего образования для мужчин и женщин. Университеты для мужчин и высшие женские курсы для женщин. Но вторая система была неполноценная. На кого, кстати, учились женщины? Какие специальности? Кем стать? По какой профессии пойти? Ну, первая профессия была врач, конечно. Врач. Многие из них... Ну, не только потому, что врач — это заработок реальный, но и потому, что они хотели служить человечеству. Они были так воспитаны... Гуманистические ценности. Да. Какую-то реальную пользу приносить. Это были девушки, которые выросли в 60-е годы 19 века из них. И это было время, когда мир увлекался естествознанием. Они чувствовали, что вот сейчас, всю секунду, естественные науки этот мир изменят кардинально. И было безумно модно этим заниматься. По вечерам в частных домах читали лекции студенты, препарировали лягушек. Там все ходили. И сохранились воспоминания, что девушки, которые там любили музыку или пение, или еще что-то, заставляли себя ходить на эти мероприятия, потому что, ну, нельзя было. Ну, никак. Пойдем, пойдем. Там питона препарируют, мы посмотрим. Да, 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 да. Именно так. И как же так? Ты не хочешь, ты не ходишь. Это прям... Ты персонононграта становишься. Да. Вот. И, конечно, когда поступали в университеты, хотели поступать в университеты, врач была первая профессия. Выбирали, естественно, научные профессии многие. Как это ни странно, вот сегодня, когда мы смотрим статистику, большинство девушек, которые идут в высшую школу, выбирают гуманитарные или общественные науки. А физико-математические гораздо меньше, хотя эта сфера востребована и... Ну, в принципе, хорошо обращена. Я предположу, что это сложнее, как минимум. Да. Но в начале 20 века это было не так. История, гуманитарные науки считаются гораздо более сложным видом деятельности, и девушки многие выбирали... История, гуманитарные науки. Да, точные науки. Вот так оно было. Дорогие друзья, мы совсем скоро продолжим. Хочу напомнить, у нас в гостях сегодня Ольга Валькова, историк, группа ВКонтакте «Страна.ФМ», WhatsApp Viber 909-928-189. Вы по теме можете свои вопросы задавать, и наш эксперт с удовольствием их прокомментирует. У нас небольшая пауза музыкальная, и мы скоро вернемся. Дорогие друзья, очень сложно представить такое произведение в 1918 году. Большое спасибо команде «Время истекло». Да, ну тут бы, в принципе, если и русские слова, малых бы что поняли люди. Мы сегодня пытаемся понять, как жили в то время женщины, и нам помогает Ольга Валькова, доктор исторических наук. Да, когда стали поступать в ВУЗы, в высшие учебные заведения? Ну, знаете как, впервые девушки пришли в университет, в Петербургский университет в 1859 году. Не как студентки, а как вольнослушательницы. Но, понимаете, какая была система студента? Он приходил, там у него был аттестат, экзамен, он платил деньги. Система целая, да. А с другой стороны, любой вольнослушатель мог прийти, записаться, заплатить какую-то денежку, ну и ходить слушать лекции. На платной основе, так сказать. Ну, вот. И в 1859 году первая девушка сначала одна, потом вторая, попросили разрешения профессоров посещать лекции. Всё это было строго. Профессор вводил девушку под руку, сажал её в первом ряду. Студенты, значит, смотрели с удивлением, что такое у них там чудо появилось. Но уже к 60-му году Петербургский университет посещал около 100 девушек. И, в общем, все были нормальны и довольны. Но в 61-м году две из них попросили разрешения сдавать экзамены, чтобы получить государственный диплом. Всего лишь две из них. Две, да. Какие инициативные. Одна врач и другая филолог. И обратились в Министерство народного просвещения. И там это рассмотрели, им отказали. И более того, когда через два года, в 1863 году, обсуждался устав университетов, новый устав. Это же время реформ. Только что отменили крепостное право. Сейчас там суд присяжных воет, армия. Ну, в общем, демократия. Всех университетов спросили, согласны ли они допускать женщин на свои занятия. Все университеты ответили, что да, они готовы. Один Дербцкий не ответил, там высказался за них начальник большой, который сказал, что нет-нет. И Московский университет. МБУ? Да, Московский университет. Он тогда не был государственным, он был императорским. Профессора обсуждали, заседания. Два человека проголосовали за, остальные все против. Консерваторы. Консерваторы. И было объяснено так. Куда нам еще женщин, когда мы не знаем, как справиться с молодыми мужчинами? А вот какие отношения были внутри коллектива? То есть как одногруппники мужчины, сокурсники, относились к тому, что девушки теперь с ними обучаются. И порой девушки могли показать знания, это получше, чем молодые люди. Ну вот сохранились воспоминания, что после первого студента в того времени, что после первого такого шока, они привыкли. И с удивлением увидели, что девушки занимаются, что они серьезно. И оказалось, что, в общем-то, все нормально. Но, к сожалению, когда был принят этот новый устав в 1963 году, не просто было написано, а было запрещено, прописано, что нельзя принимать женщин невольно слушательницами никак. И вот постепенно стала как раз создаваться параллельная система высшего женского образования, потому что хотели же создавать, стали курсы. Как бы мы сначала подготовимся, потом будем готовы, потом нас примут в университет. Потому что предлог был, что среднее образование женщин, оно не такое, как у мужчин. Программы гимназии были разные. И что девушки не готовы к поступлению в вузы. То есть не безосновательно так считалось? Ну, отчасти. Главный предлог был в том, что девушкам не преподавали латынь в гимназиях, а в университет необходимо было знание латыни для поступления. И, кстати говоря, это было препятствием для поступления не только женщинам, а вообще всем, у кого не было денег, чтобы учить латынь. Ольга, расскажите, вообще латынь, она зачем применялась там? Вот, может, в медицине только или где-то еще? Все учили ее тогда, но зачем? Практическое применение латыни какое-то было? Довольно долго, еще в начале XIX века, до 30-х годов преподавали на латыни в университете. Вообще все предметы на латыни, на немецком, не по-русски. Очень мало лекций читалось на русском языке. Конечно, в медицине, в естественных науках латынь, вся терминология по латыни. И до сих пор это никуда не девается. Все ботаники, физики, химики, врачи, ну, гуманитарные науки, естественно, без латыни не живут, потому что основа классического образования, вот, считалось, что это необходимо. И где-то уже к 80-м годам XIX века наше правительство считало, что латынь дисциплинирует ум и греческий язык, логику, и что это желательно вот для всех. И, как бы это сказать, педалировало изучение. Как бы вот сказать по-латыни, что у нас реклама, но скажу по-русски. Сделаем паузу, потом вернемся. Оставайтесь в компании Страны Эфим. Дорогие друзья, мы вновь с вами. Программа «Наука и технология» у нас в эфире. И в гостях сегодня доктор исторических наук Ольга Валькова. Мы говорим о том, как наши женщины стали обучаться в высших учебных заведениях. Продолжаем этот разговор. Становились на том, что не разрешали сначала руководители в университетах, чтобы женщины получали официально дипломы. То есть они были вольными слушательницами и все. Да. Дипломы им получить не разрешило правительство. Правительство. Университету, наверное, было бы, в общем-то, все равно, а правительство не разрешило. А почему? В чем такая опасность им казалась? Знаете, ситуация была такая. Диплом университета в России было не просто свидетельство о квалификации, что вы врач или менеджер. Он давал очень много привилегий. Человек, получивший диплом с самого начала, еще когда только это ввели, еще в начале 19 века, получал, во-первых, право поступать в гражданскую службу. То есть это аналог современной государственной службы со всеми привилегиями. Он сразу мог карабкаться по чиновной лестнице, получать чины, ордена. Даже уже шагать, наверное, не карабкаться. Услушивать пенсию. Более того, когда у нас существовали податные сословия, которые платили под эти налоги, то, получив диплом университета, человек попадал в высшее сословие, получал личное дворянство, потом почетное дворянство и так далее, освобождался от налогов. То есть было очень много привилегий. А женщины по законам Российской империи были не совсем, как бы мы сейчас пересказали, эмансипированными. То есть, с одной стороны, если женщина украдет что-то, ее посадят по закону как мужчину. А если она захочет уйти от мужа, то полицейский имел право ее за шкирку и назад в дом. Не имеет права, если муж попросит. Они не могли путешествовать без разрешения мужа даже внутри страны. И только вдовы получали какую-то видимость свободы. Было много поражений в правах при получении наследства. Откуда у нас так много бесприданниц в нашей литературе? Потому что брат и сестра получали одну восемнадцатую долю наследства от родителей. Считалось, что она уже получила приданное. И это было написано в законе, что женщина обязана повиноваться туда-сюда. А как совместить? Чиновник привилегированный человек, а женщина обязана... То есть надо было бы менять всю систему законодательства. Весь уклад вообще. Ольга, и когда наступил перелом в этом? Почему, благодаря чему? И быстро ли прошли перемены? Ну, во-первых, наши девушки, вы же понимаете, это же русские девушки, они же не могут. Поэтому они раз-два собрались и поехали в Европу учиться. А европейские университеты в Швейцарии, в Цюрихе, в Сорбонна, им же все равно. Они взяли и выдали... И диплом дали. И диплом дали, и степень доктора дали. И первые в новейшей истории женщины, получившие степень докторов, это русские женщины. Дипломы врачей, там, зоологов. Потому что так не талантливы или слишком много препятствий, которые мотивировали вот это все получить? Я думаю, что и то, и другое. Обратно, да? Да, да. На сопротивлении. Победа. Да, да. Но вернувшись в Россию, они вот со своим дипломом, кроме врачей, никто не мог работать здесь. Когда стали высшие женские курсы, впервые открылись сначала в Москве высшие женские курсы Гирье, как раз тут вот в 872 году объявляли юбилей, потом в Петербурге в 78-м году. И они сначала, это были просто курсы, действительно, подготовительные. А постепенно они обзавелись зданиями, лабораториями, и преподавали-то там преподаватели университетов, потому что лишние денежки им были тоже нужны, и лишние лаборатории. И они постепенно стали, ну, почти одинаковые программы, но эти курсы не давали диплома. Они давали свидетельства, которые ничего не значило. То есть можете учиться для себя сколько хотите. Справка о том, что прослушала. Да, да. А толку никакого. А толку никакого. И закон, который был принят, и который позволял женщинам сдавать экзамены, не учиться в университет, а сдавать экзамены за курс университета, и потом получать степени, был принят только в 911 году. Ого. С ограничением с 1861 по 1911 год. Какой долгий путь. Да. И то там очень много было ограничений, поэтому все барьеры были сняты только указом 18-го года. Долго мужчины не сдавались. Долго. Боролись, да. Долго за своих женщин. У нас вновь небольшая рекламная пауза. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мы сегодня говорим о том, как же женщины все-таки добрались до знаний. И в гостях у нас сегодня историк, эксперт Ольга Валькова. Не пропустите интересную беседу. Скоро продолжим. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Друзья, во-прежнему в гостях у «Страны-ФМ» Ольга Валькова, доктор исторических наук. Мы говорим о женском пути в 20-м веке. И как же это было непросто. Да, уже в 20-м. Уже в 20-м, потому что получили разрешение, чтобы получить диплом. В 1911-м году. Ну, почти не успели воспользоваться, потому что очень скоро началась война. Но надо сказать, что девушки сразу бросились. Причем сдавать экзамены. Причем идея была такая. В университет мы вас не примем. Вы можете закончить свои курсы, сдать там все экзамены. А потом пойти в специальную комиссию, которая создана при университете, и заново сдать экзамены за каждый предмет всех 4-х лет курса. Сколько препонов, да. Да, чтобы получить диплом. Ну, занимало это у кого год, у кого два, потому что жить в это время. И то в самых терпеливых. Да, да. Но, тем не менее, разрешение было получено. И в том же законе было прописано, что если девушки захотят дальше, то они могут получать степени, защищать диссертации. И появились первые защиты у нас. Хотя, надо сказать, что наши первые знаменитые женщины, первые женщины в науке, избранные даже в состав Академии наук, правда, не действительными членами, а там член-корами или почетными членами, появились в конце 19 века. И у большинства из них не было никаких дипломов. Потому что, ну вот, Ольга Александровна Фиченко, наш ботаник, путешественница, женщина, которая прошла верхом весь Памир, которая составляла карту Туркестанского края, там. Внесла, в общем, клад огромный. Много трудов. Она знаменитая была участница безумно известной туркестанской экспедиции 868 года с мужем вдвоём. Она закончила Николаевский сиротский институт благородных девиц. И это было всё её образование. Но её избрали в 1907 году членом-корреспондентом Академии наук. И её труды до сих пор известны, переиздаются и используются. Потому что вот она была такая. Другой почётный академик на этот раз, графиня Праскофья Сергеевна Уварова. Она вообще училась дома. Она была княжна по рождению. И у неё были частные учителя. Правда, среди этих учителей были профессора университета. А вот где они работали-то ещё. Подрабатывали. Да, и академики. Ещё в начале XIX века академик Астроградский преподавал математику графине будущей княгини Голицыной, которая в 1835 году опубликовала книжку по математике. Первая в нашей стране женщина-автор. Молодец какая. Так что вот они не гнушались подрабатывать. Праскофья Сергеевна Уварова была археологом. Она вышла замуж за Уварова, сына знаменитого нашего министра, печально знаменитого министра просвещения народного, реакционного, очень безумно богатого. А её муж был археолог, создал Московское археологическое общество. Она с ним работала. Когда он умер, она продолжала это делать сама. Она организовала и провела больше 10 археологических съездов, публиковала их труды и сама участвовала в раскопках. Была избрана почётным членом Академии наук. Потом, правда, эмигрировала, умерла в эмиграции после революции. А вот в тот период, когда женщины стали всё-таки получать в высшеучебных заведениях и дипломы, важна была их материальная составляющая? Либо, если девушка бедная, но талантливая, способная, она всё-таки могла добиться этой цели? Бюджетные места были? Нет. Все высшие женские курсы были платные. Они все были частные. И они все были платные. И больше того, когда они создавались, был даже принят закон, чтобы они не имели права собирать деньги. Ну, официально публикуя рекламу в газете. В общем, одарённым, но бедным никаких шансов не предоставлялось. Когда курсы стали немножко более развитыми, то иногда девушка могла попросить, чтобы ей снизили плату за обучение. Вот. Они в основном все жили уроками, давая частные уроки. Вот. И, конечно, это была очень тяжёлая жизнь. И многие из них вынуждены были прерывать курсы обучения, чтобы ехать куда-то в провинцию, если находился хороший урок, там год поработать, потом вернуться. Заработать. Да, подзаработать, вернуться. Надо было снимать жильё. Это было всё дорого. Поэтому никакого финансирования. А, как правило, семьи помогали? То есть, если возникало желание получить образование? Да. Для женщин, чтобы поступить на высшие женские курсы, нужно было официальное разрешение либо отца, либо мужа. То есть девушка не могла просто сама прийти без этой бумажки. И семья как бы писала, что она помогает, что она готова финансировать жильё, платить и так далее. Но в реальности многие семьи не могли помогать. Вот, например, очень был крупный физик XX века Александра Андреевна Глаголева-Аркадьева изобрела мирового уровня открытие. Было ею сделано в 1919 году. Она была дочка священника. И там было столько братьев и сестёр, и уже у братьев и сестёр были дети. И они уже были вдовы, и всё. И всё, что она буквально вынуждена была жить сама и просила курсы освободить её от платы за обучение, описывала свою ситуацию, потому что папа ей написал, что я готов помогать, но он не мог. И это была ситуация очень многих женщин, к сожалению. Давайте это осознаем, прочувствуем и, конечно, поймём, насколько было всё серьёзно. Друзья, оставайтесь в компании «Страны ФМ». Ольга Валькова, доктор исторических наук, по-прежнему у нас в гостях. Чему мы рады безмерно. Да-да, и очень скоро продолжим. Дорогие друзья, всем ещё раз здравствуйте. Наука и технологии продолжается. У нас в гостях сегодня доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и естествознания и техники имени Сергея Ивановича Вавилова. Ольга Валькова в гостях у нас. Говорим о женщинах, которые стали учёными, получили высшее образование. Всё это было сложно. Путь их был термист. Которые получили права, наконец-то, наравне с мужчинами. Да, да, да. Всё было неправильно. Жили в бедности, чтобы всё это, как правило, истории было много таких. Ольга, в 18-м году, вот что же, вот как всё этот переломный момент наступил? Ну, правительство пришло к власти, оно искало союзников. Советское правительство уже. Советское правительство. Когда большевики пришли к власти, в стране был хаос, война, остатки, кто чем, им нужно было укрепить свою базу властную. А девушек-студенток было много уже. Самых угнетённых нашли и дали им права. Они были организованы, да. И они готовы были, вот кому что надо, они готовы были дать. Вот вам нужно высшее образование? Да, пожалуйста. Нам это ничего не стоит, а вы нас потом поддержите. Вот кому-то нужен, многие учёные ходили к империарскому правительству годами, говорят, нам нужен вот такой институт создать. А им говорят, ладно, 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 погоди, пока не надо. Остынь. Да, да, а тут сейчас к новому правительству пришли, хотите? Да, пожалуйста. Вот. И вот так вот они получились. И были приняты законы о совместном обучении в мае 2018 года. Потом в августе 2018 года был принят указ, что все лица, независимо от гражданства и пола, независимо от того, какое среднее образование у них есть или его нет, и диплом имеют право поступить в любое высшее учебное учреждение страны. И было написано там дальше, что каждый, кто нарушит это правило, подлежит суду у революционного трибунала. Не больше и не меньше. И профессора, конечно, задумались, надо ли им это или нет. Ну, профессорам-то вообще администраторы, скажем так. К профессорам-то, в общем-то, они с удовольствием брали девушек, потому что те были трудолюбивы, полны энтузиазма. Ответственны. И у них было поменьше амбиции, чем у мальчиков, потому что мальчик-то, он уже понимал, я иду, я хочу стать, я буду профессором. А девушка была довольна, если ее лаборанткой брали, потому что же не имели права по закону принимать. Ну да, хоть как-то причастны к процессу. И они работали, и были очень хорошими помощницами. И профессора с удовольствием. Все на плечах женщин, действительно. Ну да. А в каком году, Ольга, уже полностью, вот, женщины стали профессорами, уже все полностью восстановилось, да? То есть она была в правах, ну, разнообразна. И мужчины и женщины стали равными в науке. В том же 18-м году, чуть-чуть, в октябре, если не ошибаюсь, месяце, был принят указ, отменяющий все ученые звания и степени в Российской империи, формально, докторов, профессоров, все. И было сказано, что назначение на ученые должности, заведующих кафедрой и прочее, только в зависимости от научных заслуг и известности научных трудов и так далее. И вот после этого, конечно, уже каждый, кто был известен в ученом мире, мог занять какую-то должность формально. Фактически, конечно, это было труднее, потому что, ну, сообщество было чисто мужским. Женщины, которые были известны до революции, как вот Уварова, как Феченко, они были не так молоды, и им уже идти работать в официальную систему... Ковалевская в 40 умерла. Да, Ковалевская умерла, да, и она работала за границей. К сожалению, они уже не хотели. А вот молодые женщины, которые недавно закончили университет, ну, вот, курсы, и получили дипломы там, ну, вот, перед революцией в 11-14 году, они, да, они сразу же поступили на работу, они тут же начали преподавать, и из этого поколения вышли первые заведующие кафедрами, и очень успешные, очень известные, которые впоследствии стали докторами. Вот, например, из геологов Варсонофьева, знаменитый геолог и историк геологии, ну, почти в каждой отрасли появились женщины этого поколения. А в искусстве как было? Вот, например, в архитектуре Вера Мухина, да, та же? Как у неё был путь её? Не очень хорошо знаю, потому что это не совсем то же самое, что наука. В отличие от науки, в Академию художеств женщин принимали. А, принимали. Да, в Академию художеств и в консерваторию. Вот, поэтому там система была другая. Вот где лазейка-то, Ольга, чтобы реализоваться хоть как-то. Да, ну, это творческие натуры, и все, конечно, понимали. Хотя, конечно, женщина-художник, я понимаю, что там соревнование было ещё хуже, чем у физиков. Ну что ж, друзья, финальный небольшой выход у нас про образование. Ольга Валькова по-прежнему в гостях у страны ФМ. Мы говорим о высшем образовании женском. В общем, добились свои цели, получили степени, и дальше уже всё это дело пошло, да? Кто-то и кафедру получил, наверное. Получили. Получили и кафедры. Ну, не сразу, конечно, но постепенно. Пришли первые женщины, например, в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, и со временем получили кафедры. Была у нас такая дама под названием Гаевская, доктор. Была, например, в химической, там, в сильно военной академии. Женщина заняла кафедру химии, вот в Арсенофе, в геологии. Но, понимаете, это же произошло у Кассы совместном обучении. Он сразу объединил вузы. То есть Ленинградский петербургский университет был объединён с санкт-петербургскими высшими женскими бестужевскими курсами. Это стал один. И все, кто учился там, стал учиться здесь. В Москве, наоборот, Московский первый государственный университет, он стал первым университетом. Московские высшие женские курсы стали вторым университетом. И в этом втором университете женщины получили свои кафедры, вот как в Арсенофьево. Но это большие города, Ольга. А вот по всей стране как образование шло-то? Ведь везде же были самородки, люди, которые интересовались наукой. Да. У нас в начале, вот после 1905 года, женские курсы стали расти как грибы. И в университетских городах, и не только, ну в основном в университетских, потому что там было кому учить. И они были специализированными политехническими, сельскохозяйственными, юридическими, архитектурными. И они, в общем, трансформировались постепенно в институты, в университеты. И сохранились. Девушки, конечно, хотели учиться. И не все могли уезжать далеко от дома. Хотя вот Москва была центром для вот средней России. И сюда приезжали со всей страны. Но понятно, что в Сибири, в Томске им нужно было своё. И там образовались свои центры, которые стали развиваться постепенно. Но они уже были смешанными, мужскими, женскими. И постепенно уже женщина-профессор, ну, перестала быть экзотикой. То есть это уже стало нормой. Появилась ли какая-нибудь отрасль, где женщины преобладали? Преобладали. Даже мужчины обошли, может быть, когда... За короткий срок. Ворвались в науку. За короткий срок нет. Но, например, зависит от того, как развивались сами науки. Например, в геологии, которая безумно бурно развивалась в 20-е, в 30-е годы, очень быстро количество женщин резко увеличивалось. И к 70-м годам, там в некоторых отраслях, например, в палеонтологии, в почвоведении, до 70% было. То есть женщины всегда любили камушки. Неважно, какие. Неважно. В том числе первую алмазную трубку на территории нашей страны нашла женщина. Ну, как-то бы сомневался. Ну, естественно. Вот. Поэтому... А вы знаете, что вообще-то в мире, в учёном мире, не только в нашей стране, женщин-докторов наук всего 2% от общего состава профессора. А у нас сейчас считается где-то около 40% женщин в науке от общего в нашей стране, в России. Это гораздо больше, чем во многих других странах западных и азиатских. Это достижение. Ольга, а знаете ли, какую науку сейчас надо продвинуть? Какая требует молодых специалистов? Может быть, сейчас выпускницы школы смотрят, слушают страну ФМ и думают, где мы требуемся? Вот куда себя приложить, да? Ну, я бы сказала девочкам и юным девушкам, что не надо бояться идти в технику, в технику, в программирование, в компьютерное, во все цифровые технологии. Это наше будущее. Айти. Да, без этого очень скоро мы не сможем даже в булочную сходить. И, конечно, эти профессии, я думаю, будут востребованы, и не надо отдавать все это на откуп мальчикам. Я не знаю, у меня есть подруга, программист блестящий, и ничем не хуже, хотя она жаловалась на дискриминацию в профессии. Это пока. Да. Все с этого начиналось, но в 1918-м все поменялось, может быть, и вот в 2018-м тоже изменится. Спасибо вам огромное. Ольга Валькова, доктор исторических наук. До новых встреч, Ольга. Спасибо большое. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ